Мы сегодня в эфире на канале ProBoot, можем называть его так. Клуб для строителей, для предпринимателей в области строительства. Мы здесь обсуждаем темы, которые связаны с бизнесом. И вот сегодняшняя встреча, она прямо в топе тем, которые интересны нашим одноклубникам, это финансы. И для этого я пригласил в эфир двух человек, которые в финансах разбираются очень хорошо. Настолько хорошо, что они оказывают услуги. Консультированию это Роман и Владислав. Ну, давайте, наверное, будет правильно, когда вы сами представитесь. Да, всем привет. Меня зовут Роман. Я занимаюсь предпринимательством уже более 10 лет в разных сферах. Частично касался и строительной сферы. Когда у меня была компания, мы занимались ремонтом теплосетей и ремонтом, скажем так, по электромонтажным услугам. Кроме этого, был опыт в разных производственных компаниях. И последнее время мы учредили компанию вместе с Владиславом, с моим партнером, по финансовому управленческому учету, так как считаем, что это одно из самых основных, фундаментально важных моментов в построении бизнеса. То есть бизнес – это цифры. И заниматься бизнесом вслепую – это то же самое, что лететь на самолете без приборов. Поэтому, чтобы понимать, куда мы движемся, важно считать и применять разные инструменты, про которые мы сегодня поговорим более подробно. Вот, передаю слово Владу, чтобы рассказал о себе. Всем добрый вечер. Меня зовут Влад. Я, как и все вы, предприниматель. И уже занимаюсь этим порядка пяти лет, именно предпринимательством. Когда я основывал свой бизнес, я объективно понимал, что невозможно строить его без понимания финансов. Поэтому сразу же все инструменты, о которых я буду сегодня рассказывать, с первого дня в моем бизнесе работали. И, слава богу, по прошествии этих лет ни разу не случалось непредвиденных обстоятельств. То есть это планирование, это правильный расчет цен, ценовой политики, это фондирование. И я понимаю, общаясь с предпринимателями, что, к сожалению, такой подход использует мало людей. И вот сейчас, почему мы основали компанию с Романом, почему мы этим занимаемся, видим в этом свою миссию, потому что если ты не управляешь бизнесом, то бизнес управляет собой, а бизнесом можно управлять только на основе цифр. Поэтому все уделяют внимание особое маркетингу, все уделяют особое внимание продажам, менеджменту. Но, к сожалению, почему-то так сложилось, что в СНГ-пространстве никто не уделяет практически внимания финансам. Это база, потому что финансы – это кровь бизнеса, и без них невозможно, в принципе, существование проектов. Сегодня мы будем говорить с вами про систему финансового учета бизнеса, и для всех проектов она единая. То есть неважно, в какой нише вы работаете, это может быть стройка, могут быть услуги, может быть производство, база – она всегда одинаковая. И даже в рамках стройки есть же разные проекты. Кто-то занимается строительством домов под ключ, кто-то занимается отделкой, кто-то занимается кровлями. У всех разный цикл сделки, кто-то работает с материалами, кто-то нет. То есть даже в рамках одной ниши может быть очень много различных нюансов. И поэтому я сегодня буду рассказывать, как выстроить такую систему, которая будет работать в любом бизнесе, в любом проекте и будет давать такую почву для аналитики, чтобы вы смогли планировать рост компании, планировать свою деятельность на основе цифр. Да, как я уже говорил, большинство предпринимателей, к сожалению, темой финансов побаивается. Побаивается, потому что, ну, скорее, боится, предприниматели боятся увидеть правду. Она может быть шокирующей, и человек видит порой миссию свою в этой нише, да, в этой сфере. Но боится считать деньги и боится огорчиться, что, возможно, и здесь невозможно удовлетворить свои финансовые цели, достигнуть их. А ничего другого он не умеет, и, ну, как бы ему нравится эта деятельность. Поэтому финансов многие не касаются, а кто-то касается, вот так вот в щелочку заглядывает в этот вот темный подвал, видит там такого страшного монстра и потом убегает. Но этот монстр, он все равно вас потом настигнет в виде кассовых разрывов, в виде неправильно посчитанной экономики, когда вроде как выручки много, а денег нету, прибыльность, рентабельность отрицательная, да. И поэтому на самом деле монстр этот не такой страшный, с ним нужно просто познакомиться, найти общий язык, и потом он станет верным другом. Вообще, для чего нам нужен финансовый учет? Я уже несколько раз подчеркнул, что это важно, так а почему важно? Давайте разберемся. В первую очередь, это важно для того, чтобы видеть наш факт, сколько мы зарабатываем в уручке, сколько денег генерирует наш бизнес и сколько остается на выходе прибыли, которые можно распределить на дивиденды и удовлетворить свои собственные запросы как собственника, потому что это, ну, важнейшая цель собственника – это получать дивиденды. Ну, потому что, конечно, есть проекты, из которых собственник не достает дивиденды сознательно, то есть там это какой-то план на 20 лет вперед, но если брать малый, средний, микробизнес, то, конечно же, собственники открывают проекты, создают их для того, чтобы зарабатывать деньги и жить. И это абсолютно нормально и адекватно, и логично. Второе – это финансовый счет необходим для того, чтобы болезненно выводить деньги и не рисковать попаданием в кассовый разрыв. Кейсов я видел очень много, где собственники выводят деньги на дивиденды несистемно, и из-за того, что они неправильно считают прибыль, потом сталкиваются с кассовыми разрывами. И здесь не только важно понять, какая прибыль, просто не всегда прибыль можно вывести, потому что я вот потом позже углублюсь в эту тему, деньги и прибыль – это разные вещи. И здесь их нужно анализировать в вот этих разных ипостасях и конкретно понимать, сколько можно вывести. Третье – финансовый счет необходим для планирования роста компании. И желательно спланировать этот рост еще на этапе подготовки бизнес-плана, потому что если мы не понимаем, как мы будем зарабатывать деньги, за счет чего можно прибыль увеличивать, что мы будем делать, когда столкнемся с некоторыми сложностями, то вероятность того, что у нас будут проблемы, она составляет 99%. Поэтому нужно рост компании планировать, и, возможно, вы столкнетесь с тем, что компания в принципе не способна удовлетворять ваши потребности, она не способна расти до такого масштаба, до которого вы планируете. И прекрасно определиться с этим на самом старте и просто переключиться на другой проект. Четвертое – мы с помощью финансового счета анализируем и корректируем работу команды. Мы влияем на чистую прибыль через точечные действия, которые могут служить рычагом по увеличению дохода. Это, ну вот, например, как мы можем построить план для отдела продаж, если мы не совсем понимаем, сколько там надо продать. Как мы можем ставить план по маркетингу, если мы не понимаем, сколько нам надо привлечь целевых лидов, чтобы добиться необходимой выручки. Рычаги для увеличения дохода, так называемая юнит-экономика. Порой неочевидные вещи влияют кардинально на нашу прибыль. То есть, как правило, у каждого бизнеса есть разные направления. И часто так случается, что собственник считает какое-то отдельное направление основным и самым своим, как бы, прибыльным. Но порой оказывается, что на доп. услугах можно генерировать прибыли гораздо больше. Там маржинальность гораздо выше получается. И стоит упор делать не на привлечении огромного количества клиентов, а на том, чтобы этим клиентам сделать больше дополнительных продаж. И это кратно увеличивает наш доход. Пятое. Мы с помощью финансового учета создаем систему фондов и заранее готовимся к сюрпризам, которые могут случиться в каждом бизнесе. Это диверсификация рисков, риск-менеджмент также так называемый. И мы сами создаем свою систему фондирования, оцениваем риски, с которыми можем столкнуться в финансовом эквиваленте. Создаем специальный фонд, из которого берем деньги в случае чего. И также мы создаем такую кредитную линию свою, чтобы не обращаться к банку. У нас были деньги на развитие, если мы захотим купить какое-то оборудование, протестировать какие-то новые каналы трафика. То есть у нас есть крепкая такая почва под ногами, на основе которой мы существуем. Шестое. Мы знаем, сколько стоит компания, за какую сумму ее можно продать, либо на каких условиях привлечь инвестиции. Вот это самый частый вопрос собственника, когда он хочет, не планирует больше заниматься бизнесом, а хочет продать компанию, либо ему нужны инвестиции, и как понять, сколько процентов можно отдать, чтобы это было выгодно. И без финансового учета мы никак это понять не сможем. Часто возникает вопрос, а для чего мне вообще финансист, у меня есть вот бухгалтер, он ведет учет, говорит мне там, какая у нас прибыль, зачем мне платить еще кому-то. Но на самом деле отличий бухгалтерского и управленческого учета очень много. Во-первых, начнем с того, что у заказчик отчасти собственник, но в первую очередь государство, которое требует отчеты в определенных формах, которые утверждены государством. И не всегда эти формы удобны для анализа, и в целом сам подход к учету, он правильный с точки зрения собственника. То есть даже если мы возьмем какую-нибудь амортизацию, например, налоговая амортизация и реальная амортизация управленческая, она будет кардинально отличаться. То есть цель, например, управленческой амортизации – это понимать, сколько мы будем использовать лет оборудования, накопить за это время сумму, и когда оборудование выйдет из строя, купить новое. А цель налоговой амортизации – это сэкономить на налогах вложенные деньги в оборудование, и срок амортизации там получается короткий, и есть определенные нормы, как это оборудование и за сколько можно амортизировать. Ну, это как вот один из примеров. То есть формы документов унивицированы государством в бухгалтерском учете, а в управленческом учете они могут быть любыми, и в первую очередь они должны быть понятны и удобны для анализа собственнику. В бухгалтерском учете требуется подтверждение по всем операциям. В управленческом учете документы можно внести без подтверждающих документов. Мы живем в таких условиях, хорошо это или плохо, когда не все наши платежи, не все платежи проходят через расчетный счет. Движение наличных средств, которое ни коим образом в бухгалтерском учете не отражается. И если мы его не учитываем, то мы опять же всей картины не видим. Поэтому в управленческом учете мы сами формируем систему сбора данных и имеем возможность анализировать все денежные потоки. Также, что касается периодов подготовки отчетности. То есть если бухгалтер обычно формирует отчеты годовые и квартальные, то получается, что мы как будто ждем 3 месяца для того, чтобы получить какую-то картину. Естественно, мы оперативно реагировать не можем. В управленческом учете отчеты готовятся за месяц. И мы каждый месяц держим руку на пульсе и можем принимать решение. Управленческий учет в первую очередь это 3 важнейших отчета собственника. Это отчет о движении денежных средств, ДДС, отчет о прибылях и убытках, ОПИУ, также ПНЛ его называют, и управленческий баланс. Отчет о движении денежных средств – это анализ движения наших денежных потоков. То есть деньги пришли, деньги ушли. Сколько на счету на сегодняшний день, сколько было на начало месяца, сколько было на конец месяца. В строительном бизнесе особенно важно, чтобы были деньги на счетах, потому что цикл сделки длинный, есть постоянная дебиторская задолженность, и нам нужно делать такой запас средств на счетах, чтобы не попасть в кассовый разрыв. Вот в этом помогает ДДС. К ДДСу привязан платежный календарь. То есть это ДДС в будущее. То есть мы планируем поступление и выбытие наперед, и конкретно понимаем заранее, столкнемся мы с кассовым разрывом, либо все идет по плану и денег у нас хватит. В день выплат. Отчет о прибылях и убытках – это анализ нашей операционной деятельности, то есть нашей основной деятельности. Мы конкретно понимаем, сколько мы выручки получили, какие затраты мы понесли на эту выручку, сколько прибыли мы получаем. То есть он нам помогает понять, насколько мы эффективно работаем и где мы наши деньги теряем, на каких этапах. Баланс – это отчет, который помогает понять вообще, за чей счет живет компания, сколько денег, сколько ресурсов, которые есть у компании, наши, сколько заемные, и вообще где заморожены наши деньги. Это отчет, который, да, понимает, помогает оценить наши активы, помогает найти наши деньги и помогает выводить наши дивиденды. То есть без баланса мы не поймем, сколько на самом деле безболезненно средств из бизнеса мы сможем выручить. В эти отчеты информация поступает из отчетов операционных. То есть это производственные отчеты производственного отдела, да, то есть, например, акты выполненных работ, из которых мы понимаем нашу выручку, да, какие-то отчеты, где мы начисляем, по которым мы начисляем зарплату нашему производственному персоналу, там смотрим их выработку, да, сколько затрачено материалов на производство конкретной продукции. То есть это отчеты по маркетингу, по продажам и, естественно, бухгалтерская информация, там, по налогам в первую очередь, ну, и каким-то другим вещам. Вот. Чаще всего, ну, отчеты вот эти все ведутся. Ну, вот, когда собственник подходит с умом к своему бизнесу, он создает, как бы, систему отчетов по маркетингу, продажники там что-то заполняют ежедневно, сколько поступило заявок, там, какие из них целевые, нецелевые, кто на каком этапе воронки сейчас находится. Бухгалтер, разумеется, ну, если бухгалтер не будет работать, то бизнес тоже, ну, такой адекватный бизнес, который работает в рамках закона, не будет существовать. Но про вот эту верхушку предприниматели, многие почему-то, ну, они не беспокоятся об этом. То есть они не ведут управленческий учет и баланса ПИО и ДДС не заполняют. И, как бы, это большая ошибка. И сейчас мы разберем, почему. Да, и отдельной историей идет финмодель. То есть если бизнес ведет факт, то есть все, что в левой стороне, за исключением финмодели, это уже прекрасно, потому что бизнес знает свой факт, знает свои ресурсы на сегодняшний день и может принимать решения. Но финмодель – это вот эти три отчета только с планированием будущего. То есть мы все вот эти вот отчеты прорабатываем наперед, закладывая различные факторы, риски, сезонность, гипотезы, и мы понимаем, как компания будет развиваться в долгосрочной перспективе. И вот тогда у нас уже полностью вот этот круг замыкается, и есть система, когда мы видим наше прошлое, прошлый период анализируем, настоящее и будущее. Отчетовое движение денежных средств, как я уже говорил, помогает нам анализировать денежные потоки, контролирует состояние счетов на сегодняшний день, на начало месяца и на конец месяца. То есть мы видим наше сальдо, то есть больше сгенерировала компания со знаком плюс или минус в этом месяце, и больше ли у нас средств на конец месяца, чем было на начало. Если меньше, то мы можем понять, почему. Вообще, куда эти деньги у нас пошли и откуда пришли. Отчетовое движение денежных средств заполняется кассовым методом. То есть день в день мы вносим каждую операцию. Заполняется он ежедневно, анализируется ежемесячно. Отчетовое движение денежных средств включает в себя все виды деятельности компании. Это операционная деятельность, это наша основная деятельность, связанная с производством продукта либо услуги. Это инвестиционная деятельность, это покупка оборудования, ремонт наших помещений, покупка какой-то недвижимости или какой-то интеллектуальной собственности и так далее. Финансовая деятельность – это кредиты, займы, лизинги и так далее. То есть в отчете о движении денежных средств мы анализируем все. Ну вот, в принципе, как отчеты движения денежных средств выглядят. Это сводная за месяц. То есть сверху мы видим количество денег на начало месяца, состояние счетов на начало месяца, потом анализ нашей операционной деятельности, то есть мы видим, что по операционной деятельности вот у нас плюс, как бы каждый месяц компания генерировала деньги, потом куда эти деньги уходили, какие у нас есть затраты ежемесячно, изменение денег за месяц и состояние счетов на конец месяца. То есть отчет довольно простенький, понятный, но на самом деле он очень важный. Следующий отчет – отчет о прибылях и убытках. Отчет о прибылях и убытках помогает нам анализировать эффективность работы компании. Если компания генерирует деньги, вот и мы видим по отчете о прибылях и убытках, еще не факт, что она их использует эффективно. И порой, ну, такие предприниматели, которые не пытаются разобраться в финансах, они как считают? Вот есть поступление за месяц, есть затраты за месяц, отняли, что осталась наша прибыль. Но не всегда так. То есть в очень малом проценте бизнесов это действительно так. То есть вот то, что я сейчас рассказал, это кассовый метод. То есть мы просто берем по кассе, смотрим у прихода расхода и остальное прибыль. Я хотел спросить на предыдущем слайде. Вот была таблица с отчетом о прибылях и убытках от движения средств. Это сделано в Excel или это какая-то специализированная программа? Это Google таблицы. На самом деле в микро, малом и даже среднем бизнесе Excel – это платформа, которая позволяет очень удобно анализировать, не прибегая к каким-то дополнительным средствам. Уже если мы берем какой-то крупный бизнес, там в любом случае не обойтись без ERP-систем, особенно если там много юрлиц, и нужно делать консолидированную отчетность. Но на самом деле для базового пользования Excel и Google таблиц вполне достаточно. Поэтому здесь пример приведен в Google таблице. Какой-то такой шаблон где-то есть. Я помню, вы там в сторизах писали, что можно по ссылке получить шаблон какого-то движения, вот такой таблицы. Ну, у нас там был шаблон расчета точки безубыточности и шаблон, по которому можно оценить финансовое здоровье компании. Подписчики спрашивают, вот такой вот шаблон, именно вот такого рода таблицы, вы можете потом поделиться с нами? Да, да, можем поделиться. Нам не жалко. Ну, отлично. Окей, я тогда… Ну, если что, Илья, вы говорите, когда меня останавливаете, буду тогда отвечать по ходу на вопросы, потому что я так, уже вовлекся в презентацию и… Да, не страшно. Я так и понял. Я записываю вопрос, если что, в конце задам. Да, но, как я говорил, для малого количества бизнеса в кассовый метод подходит. Почему? Ну, давайте возьмем, например, какой-то… Давайте возьмем стройку, например, да. То есть клиент… Мы, предположим, мы работаем по предоплате, цикл сделки – три месяца. Мы получаем деньги в первый месяц, потом три месяца выполняем услугу, выполняем свои обязательства. И, например, мы получили деньги, посмотрели, что, о, затраты у нас там… Получили миллион, затраты 200 тысяч, 800 тысяч посчитали своей прибылью. Собственник пошел, купил себе телефон, там, еще что-нибудь, съездил в путешествие, а потом оказывается, что у нас развалилась бригада, у нас ушли наши заказчики, там, сбой в поставках материалов, еще какие-то проблемы возникли, пришла там налоговая, и штраф нам выставил, а денег у нас уже нет. И такие ситуации происходят сплошь и рядом в компаниях, которые не ведут системный финансовый учет. Поэтому отчет о прибылях-убытках составляется методом начисления. Мы считаем нашу выручку только по выполненным обязательствам. И вот есть такой цикл, то есть к нам поступают деньги, но… И мы просто взяли деньги у нашего заказчика, положили на свой счет, но они являются деньгами заказчика. Мы их не присваиваем. Не присваиваем до тех пор, пока не выполнили нашу часть обязательств. Когда мы свои обязательства выполнили, подписали акт выполненных работ, эти деньги становятся выручкой. А когда мы уже от этой выручкой отнимем затраты, которые были положены на производство этой выручки, мы получаем нашу прибыль. Вот. В отчете о прибылях-убытках мы считаем только операционную деятельность. Создание продукта и затраты на ее производство. Единственное, что мы берем здесь, это… Да, мы не берем кредиты, мы не берем лизинги, то есть в плане тела, выплаты по телу этих обязательств. Потому что, по сути, это не наша затрата, то есть мы взяли деньги, попользовались, вернули. Наша затрата – это проценты по этим кредитам, и мы их уже учитываем в отчете о прибылях-убытках. Также мы считаем нашу амортизацию, мы ее ежемесячно списываем на расход, формируем фонд, из которого потом обновляем оборудование, либо там, ну, ремонтируем, либо приобретаем новое. Также важный аспект отчета о прибылях-убытках составляется без НДС, потому что НДС – это приходящий и уходящий налог, и нам важно видеть здесь сухие цифры, потому что, если мы будем сюда приплюсовывать НДС, то он будет общую картину искажать. Отчета прибылях-убытках, так же, как и ДДС, составляется и анализируется ежемесячно, как он выглядит. То есть обычно мы советуем, ну, мы видим отчет консолидированный справа, то есть общие цифры, но мы всегда советуем разбивать здесь на направлении наш бизнес, чтобы увидеть рентабельность отдельно по каждому из них. Вот давайте возьмем на примере, который у нас представлен на этом скриншоте. У компании есть три направления деятельности. Это продажа какой-то техники, продукции, продажа комплектующих и сервисное обслуживание. Выручкой поступило у нас 40 тысяч на продажу продукции, 20 тысяч на комплектующих, 10 тысяч на обслуживание. В общем, 70 тысяч. Дальше мы считаем себестоимость, то есть закупочную стоимость каких-то материалов, расходников, которые мы используем, получая эту выручку. То есть от 40 тысяч, 20 тысяч – это была закупка продукции, потом 15 тысяч – это закупка комплектующих и на сервисное обслуживание мы потратили 3 тысячи на расходники. И вот здесь вот мы видим нашу рентабельность именно по марже. То есть по нашему основному направлению у нас остается на выходе 50%, по направлению продажи комплектующих – 25%. И самое для нас рентабельное направление – это обслуживание. То есть, ну, конечно, почвы для аналитики немного, но уже базово можно сказать, что самое интересное для нас – это обслуживание. То есть здесь у нас на выходе остается 70%. А, например, по комплектующим – 25 всего лишь. И, ну, можно сделать выводы, что надо как-то заключать активнее контракты на обслуживание, потому что здесь мы можем генерировать именно прибыли гораздо больше. Теперь спускаемся ниже. Сейчас нам нужно посчитать. Вот у нас по каждому направлению работают отдельные люди. То есть есть персонал, который занимается только продажами продукции, есть персонал, который занимается только комплектующими, а есть те ребята, которые занимаются сугубо обслуживанием. Вот здесь мы учитываем, сколько мы потратили на оплату их труда и на налоги, на их зарплату. И мы видим, что на этапе валовой прибыли у нас по направлению продажи комплектующих остается всего 2%. То есть, следовательно, это направление… Смотрите, сколько у нас расходов еще снизу остается. То есть, по сути, это направление нам прибыли не приносит, если мы там в процентном сантошении поделим оставшиеся постоянные расходы на него. По-прежнему самое выгодное для нас направление – это обслуживание. Здесь остается 54,7%. И 23% валовой прибыли остается по основному направлению – это продажа нашей продукции. Дальше мы учитываем расходы косвенные, которые невозможно поделить на нашу выручку. То есть, это наши постоянные расходы, с которыми мы сталкиваемся ежемесячно. Это аренда склада. То есть, больше мы заработаем, меньше аренду склада мы все равно заплатим в таком объеме. Это зарплата административного персонала, это наш бухгалтер, юрист, директор, там, замдиректора, их налоги. Аренда офиса, которая всегда остается постоянной. Ну и коммерческие расходы. Это маркетолог, менеджер, оплата рекламных систем и их налоги. Мы видим, что операционные прибыли у нас остается на выходе 6%, то есть, рентабельность из всех 70 тысяч выручки, которые мы сделали, остается на выходе 4%. То есть, всего лишь 6%. Ну, как бы, однозначно можно сказать, что, наверное, это не самый правильный сценарий, когда у нас на выходе остается всего лишь 6% от всех денег, потому что остальное это все уходит на обеспечение этой выручки. Тогда вопрос. Да, давайте. Вопрос. А какой процент будет правильным? Какая норма рентабельности для различных сфер деятельности? Ну, нас больше всего интересует норма рентабельности для сферы услуг строительных. Ну, на самом деле, все довольно индивидуально, потому что, опять же, есть разные ниши, зависит от того, с чем вы конкретно работаете. А вот ремонт и отделка. Понятное дело, что есть тут гособъекты, крупные объекты какие-то, административные здания, но есть частные. Ну, на самом деле, если братья услуги, конкретные услуги, то я бы сказал, что хорошая рентабельность в нише услуг от 20% до 30%. Это нормальная рабочая рентабельность. Ну, вот я как-то общался с очень крупным инвестором, и мы как раз говорили про продажу бизнеса в сфере услуг. И он мне говорит, Влад, для меня, вот если покупать или инвестировать в бизнес в сфере услуг, рентабельность ниже 20% неинтересна. То есть я в него вкладываться не буду, если рентабельность ниже 20%. Если выше 25%, то тогда буду рассматривать, и в целом это тогда уже становится для меня интересно. Ну, и опять же, сильно зависит еще от специфики бизнеса, от самих оборотов. Вот, на каком этапе бизнес находится, либо он только начинает свое движение, либо он уже там много лет существует. То есть, ну, вводных нужно собрать, прежде чем сделать выводы, довольно много. Не, ну, понятно, что если мы говорим про крупные бизнесы, типа Евроопт, там, или ОМО строительное, там, или, не знаю, строит рест какой-нибудь, то их рентабельность в 3,5% это будет гигантские деньги. А если мы говорим про компанию, у которой 3,4 объекта в работе, то рентабельность 35-40% это не такие уже будут большие деньги. Да, то есть, если мы говорим сейчас конкретно про там микро-малый бизнес, то, ну, вот здесь, вот те показатели, которые я озвучил, они, ну, их можно считать нормальными, их можно считать целевыми. Да, если это крупный бизнес, однозначно там рентабельность нормальной будет гораздо меньше, потому что объемы, ну, понятное дело, что несравнимы. И мы получаем, отнимая косвенные расходы, мы получаем важный для анализа показатель, особенно вот инвесторы любят оценивать компании по EBITDA, вот, операционный априт, в английский аббревиатура EBITDA. Этот показатель, как бы, почему, как бы, любят им инвесторы пользоваться, потому что он отражает, отражает такую, он более правильный для анализа, скажем так, потому что он не берет в расчет амортизацию оборудования, потому что, ну, как бы, это цифра, которая может постоянно меняться. Она может быть больше, может быть меньше. Еще, опять же, важно понимать, как амортизирует компания свои основные средства. Либо, например, их вообще может не быть, если там какие-то, например, мелкие покупки, компания может быть, может их списывать на расход сразу, месяц-месяц. Дальше она не учитывая проценты по кредитам, потому что кредиты выплатили, проценты исчезли, да. Поэтому есть такой, один из подходов к оценке бизнеса, это годовая, либо двухгодовая EBITDA именно. Вот. Да, потом от EBITDA мы отняли амортизацию оборудования, налог наш от прибыли, то есть это не налог на фото, конкретно там, например, мы работаем на упрощенной системе налогобложения, и проценты по кредитам. И вот мы получаем нашу чистую прибыль. Наша чистая прибыль в данном кейсе отрицательная, то есть у нас здесь получается чистый убыток. Вот так вот. Работали весь год, а в итоге в кармане дыра. Да, нагенерировали прибыли, нагенерировали выручки вроде как, а прибыли, от прибыли ничего не осталось. Собственник раздал контрагентам все деньги, на выходе себе ничего не осталось. И, к сожалению, так бывает. Это жизнь, это предпринимательство. А вы тут затронули тему амортизации. Не знаю, будут ли там дальше слайды по амортизации или нет. А вот в самом простом случае, когда вот есть фрилансер, он покупает себе инструмент. У нас сейчас фрилансеры, допустим, плиточники, они должны иметь огромное количество различного инструмента. Как вот им можно посоветовать вот считать амортизацию и откладывать фонды на дальнейшую покупку инструмента? Ну, здесь важно просто понимать реальность, во-первых, затрата, насколько ударит по карману человеку то, что оборудование вышло из строя. То есть, если, например, человек, ну, какой-то мастер, да, генерирует в месяц миллион, а оборудование, которым он пользуется, стоит 50 тысяч, то, ну, понятно, что, наверное, амортизировать его нет смысла, потому что из миллиона, который он получает, пойти и купить за 50 тысяч вот этот, ну, не знаю, что там, станок какой-то, да, какой-нибудь дрель, ну, это не критично. Вот. Но если действительно оборудование сломалось и, потратив на закупку этого оборудования, не останется никакой прибыли в этом месяце, ну, понятное дело, что такого лучше избегать. Как вообще правильно амортизировать? Есть разные подходы. Есть там по, ну, есть самое основное, это линейная амортизация, есть там по, как сказать, по часам использования оборудования, да, то есть мы конкретно считаем, сколько часов оно используется и сколько часов оно пройдет до того, как оно выйдет из строя. Мы засекаем каждый, каждый час работы этого оборудования, да, ну, такая сложная система, которая с такими крупными механизмами обычно работает. Ну, чаще всего, как и по опыту, используется линейная амортизация. Даже в крупных компаниях, там, в том же Газпроме, вот я видел и финансовую отчетность, Лукойл, там, горнодобывающая промышленность, там, 90% случаев это линейная амортизация. Мы берем нашу закупочную стоимость оборудования, вносим его в табличку «Цена покупки». Дальше мы ставим дату, когда мы начинаем это оборудование использовать. Потом нам нужно, ну, по нашему опыту, понять, сколько это оборудование прослужит до того момента, как сломается. То есть, понятно, что точно мы прочитать это не сможем. Но нам нужно сделать предположение. То есть, вот мы берем, например, автомобиль, мы понимаем, что мы его будем использовать до того, как оно начнет ломаться там каждую неделю, и мы будем постоянно его держать на СТО, три года наша машина будет функционировать. Мы предполагаем, за сколько мы через три года этот автомобиль сможем продать. это наша такая точка B. То есть, у нас есть начальная стоимость, есть конечная стоимость и есть срок длиною три года. И мы, вот отняв от первоначальной стоимости финальную, оставшуюся сумму разбиваем на три года. И ежемесячно откладываем сумму, которую мы накапливаем в момент окончания срока эксплуатации, потом выручаем деньги с продажи, и за эти деньги приобретаем новое оборудование. Но, опять же, здесь нужно учесть тот момент, что, скорее всего, этот автомобиль через три года будет стоить дороже. Поэтому, опять же, здесь нужно заложить. Но есть обратная сторона. Например, ну, как бы сейчас есть такая тенденция, что техника дешевеет гораздо медленнее, чем раньше. Просто потому, что, если брать те же самые автомобили, тяжело их стало привозить из-за границы, какую-то зарубежную технику, и она в цене остается дольше. Поэтому рекомендуется там ежегодно делать переоценку и смотреть. Ага, то есть за этот срок наша машина в цене не упала. А мы год ее амортизировали. И, ну, по сути, эти деньги – наша прибыль. То есть эти деньги мы вообще можем забрать. Но, как бы, делать это, опять же, не рекомендуется, потому что вдруг что-то такое кардинальное произойдет, и мы… И в следующем году машина сильно подешевеет. Поэтому, если по итогу трех лет мы амортизировали больше, чем надо было, ну, как бы не страшно. Мы эти деньги просто выводим на дивиденды и радуемся. Хорошо. Спасибо. Я думаю, мы там еще про фонды поговорим. Да. Я думаю, ну, как бы, все вопросы, которые у вас будут… Да, да, да. Вот. Тогда, если с амортизацией вроде как разобрались, приступим к балансу. Баланс – отчет, который помогает нам оценить финансовое положение компании прямо сейчас, сейчас, в моменте, потому что отчет о прибылях, убытках, ДДС, они нам показывают промежуток длиной в месяц. Но если у нас есть, ну, вот, предположим, какой-то… не было никакого учета в компании, мы приходим в бизнес, вот как аналитики или как, не знаю, инвестор, и мы там не хотим ждать, пока там этот пионель соберется весь, пока там данные начнут, ну, из разных источников поступать и так далее. мы хотим прямо картинку получить на сегодняшний день. Самый верный способ – это собрать баланс, потому что наши активы, да, то есть, это наши материалы, которые лежат на складе, запасы, деньги, они меняются каждый день. Вот. И баланс помогает вот проанализировать в таком краткосрочном разрезе. Баланс помогает ответить на вопрос, где деньги и за чей счет живет компания. Самый частый случай, самый частый вопрос, с которым мы сталкиваемся при взаимодействии с собственниками, вот сделали отчет о прибылях и убытках, разобрали прибыль, смотрим, что, ну, как бы, она есть. Прибыль есть, компания работает рентабельно, все замечательно. Собственник говорит, супер, это все, конечно, прекрасно, но я этих денег не вижу. То есть, я вижу 50, в вашей таблице 50%, 50 тысяч чистой прибыли, а как мне их вывести, я не понимаю, потому что на счетах у меня 50 тысяч нет. И вот в этом случае мы прибегаем как раз к балансу, потому что деньги могут быть на самом деле где угодно. Они могут быть в оборудовании, они могут быть в запасах, они могут быть в дебиторской задолженности, которую никто не выбивал уже там полгода. И нам важно это понимать. Ну, и самый важный вопрос, сколько можно безопасно денег из компании вывести на дивиденд. структура баланса у нас следующая. Слева активы, справа пассивы. Активы это что у меня есть. Пассивы это за чей счет вообще вечеринка, где мы за чей счет и каким образом мы эти активы сформировали. Делятся активы на две категории. Это активы внеоборотные и оборотные. Внеоборотные активы, они не напрямую не применяются при в нашей операционной деятельности. То есть они статичны, скажем так. То есть это какие-то основные средства. Это могут быть там здания, помещения, станки, мебель, например. То есть мы закупили, они есть, они не меняются от месяца к месяцу. Только если мы что-то докупаем или продаем. нематериальные активы. Это какие-то патенты, например, это наши сайты, наш нейминг, наше название, товарный знак и так далее. То есть опять же мы их когда-то сформировали и они у нас имеются. То есть если мы бизнес продаем, они как бы имеют цену. Но внеоборотные активы, их такой минус в том, что если в моменте нам деньги понадобятся сегодня, то выручить их за счет внеоборотных активов мы не сможем. Потому что чтобы продать наши станки и здания требуется время. А чтобы нематериальные активы реализовать вообще не всегда удается даже это сделать. Порой случается так, что нематериальные активы на самом деле наши никому-то и не нужны. Самая важная строка активов это наши активы оборотные, за счет которых мы существуем и можем взаимодействовать с нашими контрагентами и поддерживать работу нашей компании. Сюда входят наши деньги, которые мы видим на наших счетах и за счет них мы существуем и рассчитываемся. Это наши запасы. То, что у нас лежит на складе, но мы можем в любой момент реализовать. Если это не какие-то товары, которые на самом деле никому не нужны на складе болтаются уже давно и там они, например, какой-то неликвид или испорченное какое-то оборудование или товар, которое, не знаю, там у нас затопило и мы их держим на балансе, но на самом деле ценностью они не являются. Вот. И наша дебиторская задолженность. То есть это деньги за услуги, которые мы выполнили, то есть мы эти деньги уже заработали на самом-то деле, просто нам их не отдают. Вот. И контролировать дебиторку очень важно, потому что по сути это актив, которым мы не можем пользоваться. Вот. Да, есть такая тема, как плохие долги, то есть это дебиторка, которая безвозвратная оказывается, то есть, предположим, компания ушла в банкротство или там собственник уехал за границу, не собирается ничего возвращать. Ну, тогда мы эту дебиторку списываем на наш расход, фиксируем убыток и делаем переоценку. И опять же, возвращаемся к фондированию, на такой случай нужно фонд закладывать. и за чей счет мы живем пассивы также формируется из двух категорий. Это собственный капитал и обязательства. Собственный капитал это то, чем наша компания владеет. Что вот из этого всего реально наше? Это наш уставной капитал, то есть сколько денег мы вложили при открытии бизнеса и наша прибыль, которую мы уже заработали и по сути можем забрать. Также обычно прописываются отдельно дивиденды, но дивиденды минусуют пассив, то есть они со знаком минус, потому что мы их по сути выводим из бизнеса. И обязательства в пассивах они могут быть долгосрочными, это обычно наши кредиты и займы, которые на срок больше года, краткосрочные обязательства, ну это до года, и кредиты и займы, наша кредиторская задолженность перед поставщиками, например, перед клиентами, то есть это когда наши контрагенты обязательства выполнили, но мы с ними еще не рассчитались. вот, ну здесь, например, здесь такой пример простенький по балансу для такого, скажем так, фрилансера, то есть самозанятого, вот, активы мы видим, основные средства это здание и транспорт, какое-то оборудование, которым он пользуется, запасы, вот он занимается с изготовлением конфет, например, да, то есть вот сироп, грецкие орехи, пять коробок в холодильнике, деньги, которые есть на счету и дебюторская задолженность. Также есть обязательства, вот, кредиты, банки, ипотека, вот, задолженность перед клиентами, перед поставщиками и уставной капитал. Баланс здесь у нас сходится, ноль, активы равны пассивам, как бы все хорошо и, ну, количество собственного капитала, оно, в принципе, довольно высокое, поэтому можно сказать, что этот проект устойчивый. Ну, здесь он такой совсем простецкий, если вернемся к нашей структуре баланса, на самом деле он больше всего сложности вызывает при сборе. То есть, как обычно происходит, собственник вносит активы, вносит пассивы на сегодняшний день и часто получается так, что активов больше выходит, чем пассивов. Почему так получается? Потому что мы имеем на сегодняшний день что имеем, здание, оборудование, деньги, да, но то, как это формировалось, оно не фиксировалось. То есть, собственник где-то со своего кармана брал деньги и покупал это все, где-то занимал, уже отдал и забыл. Поэтому, по сути, ну, нам, по сути, сложно восстановить эту картину, за счет чего все это финансировалось. Поэтому, если мы решили на сегодняшний день собрать баланс, внесли все, что есть, постарались восстановить картину, как можно было, то, ну, и нам нужно двигаться дальше и вести баланс на регулярной основе, то мы просто сумму расхождения вносим в вложение собственника, то есть, это добавочный капитал, так называемый, тем самым выравнивая баланс, и уже потом на регулярной основе ничего мимо нас не проходит, мы начинаем баланс фиксировать. На первых этапах лучше всего баланс составлять раз в месяц, но в дальнейшем, когда уже мы уверены в этих данных, можно составлять балансы раз в квартал. Также по балансу мы не только понимаем, кем владеет компания, за чей счет живет, есть различные варианты коэффициентных анализов, то есть, рентабельное собственное капитало, то есть, сколько денег нам ежемесячно приносит вложенные средства в бизнес, то есть, вообще, насколько мы эффективно распоряжаемся тем, что у нас есть. Рентабельность заемного капитала, то есть, вот мы привлекаем деньги, например, и берем кредиты, и мы понимаем, насколько нам вообще выгодно эти деньги получать и использовать, и сколько из одного рубля заемных средств мы делаем по итогу прибыли. и эти коэффициенты часто сравнивают с ставками по депозитам, то есть, рентабельность вообще нашего бизнеса в идеале должна быть выше, чем ставки по, банковские ставки по депозитам, потому что, да, мы не будем сравнивать с акциями, например, или там с криптой какой-нибудь, понятное дело, что там высокая волатильность и высокие риски. например, депозит – это довольно такая консервативная история, и то, что банки вам не вернут ваши деньги, вероятность, наверное, не выше, чем то, что ваш бизнес может обанкротиться. И если собственник видит, что рентабельность его капитала предположим там 5%, ну, по сути, ему проще просто взять его капитал, вложить его в банк на депозит и получать, не неся особо никаких рисков, свои там, ну, сколько там процентов по депозитам, в каких валютах, там 10%, например, 8%, если хорошо ему удастся вкинуть эти деньги там 14%, ну, логика понятная, думаю. То есть, вы хотите сказать, если вы на этапе принятия решения о том, стоит ли начинать бизнес и рентабельность вашего бизнеса вероятно ниже рентабельности банковского депозита, то такой бизнес не стоит начинать. Ну, опять же, если мы берем, ну, на каком этапе находится компания, важно понять, да? Вот начинает, вот тут хочет развить, например, новое направление и посчитало, что рентабельность там вот ниже будет. Ну, если бизнес развиваться больше не может, то есть, скажем так, это финальная точка и вырастить его, увеличив рентабельность, особо нет возможностей, то, ну, конечно, да, то есть логичнее просто найти другой проект, где будет рентабельность гораздо интересней, либо, ну, действительно положить деньги на банковский депозит. Вот. Вообще, как бы такая схема, что рентабельность, собственная капитала должна быть выше рентабельности заемного капитала, чтобы наши деньги нам приносили больше, чем заемные, а рентабельность заемного капитала должна быть выше, чем ставка по депозитам. Вот тогда структура не ломается и тогда, как бы, можно сказать, что бизнес эффективно использует свои ресурсы. Также с помощью баланса можно считать другие коэффициенты. Это коэффициент ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, например, сколько у нас есть, ну, предположим, нам сейчас все наши кредиторы говорят, верни деньги, сколько у нас есть оборотных активов, чтобы с ними рассчитаться прямо сегодня. То есть, опять же, это показывает нашу платежеспособность. Есть коэффициент текущей ликвидности, это сколько у нас активов есть, которые мы можем распродать, чтобы рассчитаться с кредиторами. Ну, и на самом деле коэффициентов довольно много и с помощью баланса мы можем их отслеживать, отслеживать динамики. То есть, здесь самое важное это смотреть на коэффициенты в динамике. То есть, да, возможно, в какие-то месяцы у нас, например, рентабельность собственного капитала ниже, чем ставки по депозитам. И это совершенно нормально, если, например, там, в следующие полгода либо в следующем месяце они у нас становятся выше. Поэтому здесь важно там не рассчитывать, ну, не столько обращать внимание на показатели ежемесячные, сколько смотреть на долгосрочные перспективы в разрезе года и смотреть в динамике. То есть, эти показатели должны расти. Если они к периоду становятся хуже, ну, это говорит нам о том, что в бизнесе что-то идет не так. Он движется не в правильном направлении. Вот. Да, и стоит заострить внимание на финансовые модели. Финансовая модель это все, по сути, вот эти вот три отчета растянутые в долгосрочной перспективе. Мы видим здесь сверху нашу выручку, да. Выручка формируется чуть ниже из нашего маркетинга, то есть, мы конкретно знаем нашу на средний чек, нашу цену льда, и мы можем сказать, сколько нам надо привлечь заявок, чтобы сделать какую-то определенную выручку. И мы анализируем, если мы, например, увеличим количество заявок на 10%, сколько нам это принесет выручки, на 20%, сколько нам принесет выручки. И мы планируем, насколько больше, ну, то есть, мы определяемся с целью, к которой мы идем, то есть, собственник говорит, я хочу получать прибылью 10 тысяч долларов. Мы через финмодель анализируем, сколько нужно выручки для того, чтобы это сделать, анализируем, сколько лидов, с какими конверсиями, с каким средним чеком нам нужно привлечь, какие затраты у нас будут, и формируем вот уже финальную цифру по прибыли. Есть у нас расходы прямые, которые связаны непосредственно с производством продукции, есть косвенные, которые статичные. Вот, и мы с помощью этого планируем рост компании. Снизу у нас считаются наши денежные потоки, то есть, столкнемся мы с кассовым разрывом, либо не столкнемся с кассовым разрывом, будет хватать нам средств на там кредиты, на возврат, например, денег инвестору и так далее. И также можно считать здесь нашу кредиторскую, дебиторскую задолженность, потому что если там цикл сделки долгий, нам нужно понимать, сколько процентов от поступающих средств будут сразу становиться нашей выручкой, сколько будет переходить в разрез дебиторки, которую мы будем ждать и которую мы сможем, ну, какое количество средств мы сможем использовать в моменте, а какое будет переходить на последующие периоды. Потому что возможно, что операционная деятельность у нас будет регулярная прибыль, и в принципе на бумаге все у нас хорошо, но благодаря нашей дебиторской задолженности денег нам хватать не будет, и нам нужны резервы. И то же самое с кредиторской задолженностью. Вообще, ну, как бы бизнесу, конечно, выгоднее, чтобы кредиторская задолженность была как можно дольше, чтобы у нас была возможность какое-то время не оплатить нашим контрагентам и эффективнее пользоваться нашими ресурсами. Вот. Особенно, если у нас постоянно зависает дебиторка. Вот. Поэтому мы также планируем вообще, в какой момент нам нужно рассчитываться, будет с контрагентами. То есть, в таких нишах, где кредиторская задолженность и дебиторская есть, это принципиально важно. Вот. Еще также хотел подчеркнуть, что касается строительного бизнеса. В строительном бизнесе часто отчет о прибылях и убытках не формируется ежемесячно. Если у нас стандартно, ну, на постоянной основе цикл сделки довольно долгий, и у нас выручка не бьется на этапы. То есть, если мы берем, ну, деньги за полный цикл, за полный цикл работ, не разделяя эту выручку на этапы, тогда у нас, ну, составление ежемесячного отчета прибылях и убытках не имеет смысла. Почему? Потому что у нас просто, ну, выручка не будет фиксироваться, и у нас будут затраты, потом выручка ноль, выручка ноль, выручка ноль, а в какой-то месяц у нас будет выручка огромная, затраты низкие. Поэтому некоторые компании, некоторые финансовые директора в строительном бизнесе с долгим циклом сделки прибегают к составлению отчета прибылях и убытках за квартал, например, чтобы, ну, картину анализировать более адекватно, потому что, ну, ежемесячный анализ, он неадекватен. Вот. И здесь критически важен контроль отчета движений денежных средств. И критически важно составлять сейчас вернусь к предыдущему слайду. Да, контроль платежного календаря. Потому что особенно если мы сами закупаем материалы, да, и берем оплату уже за полный цикл и за материалы, и за услуги. Потому что, ну, чтобы не произошло так, что нам нужно что-то докупить, а денег на счетах у нас нет. И возможности выбить дебиторку по площади срочку также нет. Поэтому DDS хорошо, но must have платежный календарь. А еще лучше, когда есть и платежный календарь, и финансовая модель. Мы в финансовом модели просчитываем наперед все наши сделки. То есть мы конкретно понимаем, там у нас на следующие полгода планируются такие работы, такие заказчики, такой цикл сделки, себестоимость, выручка. Мы все просчитали, спланировали, ага, то есть денег хватит на счетах, там дебиторка, кредиторка нам позволяют существовать, прибыль у нас есть, рентабельность хорошая, все, начинаем работать. Вот тогда мы уже заранее все просчитываем и работаем полностью, полагаясь на цифры. Супер. Мне кажется, я понимаю, почему многие не хотят открывать свои компании, потому что здесь очень много цифр. Да, и чем больше компаний, тем больше цифр. Гораздо проще, конечно, работать в качестве фрилансера, и там более понятный цикл сделки, более понятные расходы, и ты как бы не обязан даже заставлять вот эти все отчеты, графики и следить за этим всем. На самом деле частая история, к нам приходят порой, назовем их там самозанятые фрилансеры, ребята, которые занимаются какой-то деятельностью, и в один момент они решают масштабировать свой бизнес, то есть начать сотрудников и создавать компанию. И на самом деле они часто сталкиваются с тем, что до какого-то определенного момента, когда их компания действительно уже вырастет, ну, предположим, если они нанимают до 10 человек, и начинают платить налоги, работать чистую, покупать оборудование, материалы, то есть делать как положено и инвестировать в создание компании, разница между их прибылью, когда он один, и когда 10 человек, она не отличается практически, но задач становится гораздо больше, и они решают, блин, да ну его нафиг, то есть я лучше не пойду в это, буду сам работать, но стабильно получать деньги, то есть тут есть определенный риск, и нужно получается в какой-то момент, ну, если не привлекаешь инвестирование, жертвовать своими деньгами, если ты уже в это дело ввязываешь, и на самом деле очень отрезвляет, поэтому реально нужно считать, и, ну, например, у меня много работало с ребятами в сфере услуг, и вот, например, взять те же самые барбершопы, да, у них нерентабельно содержать салон, в котором работает менее трех барберов, то есть если ты держишь одно либо два рабочих места, в идеале вообще от четырех, то ты будешь зарабатывать меньше, чем ты сам просто занимаешься этим на дому как фрилансер, или там, не знаю, арендуешь кабинет по часу, просто потому что есть постоянный расход большой в виде аренды помещения, в виде коммуналки, например, у тебя есть эти рабочие места, тебе нужно постоянно привлекать маркетинг, и постоянные расходы, они получаются велики, и там два, даже порой три рабочих места не способны закрывать эти постоянные расходы и приносить при этом прибыль, поэтому как правило, то есть такие барбершопы открываются от четырех рабочих мест, сразу же в моменте запускают, а как многие думают, ну вот я один, я сейчас открою кабинетик, и здесь будет два рабочих места, потом открою кабинетик, где будет три рабочих места, то есть не всегда вот так вот по чуть-чуть расти получится, чтобы это было рентабельно, иногда есть такие бизнесы, где выгодно только из одного сотрудника рабочего места сделать сразу пять, и вот тогда это будет иметь результат, но здесь уже вопрос привлечения финансирования, насколько удастся в моменте все это сделать, вот такая интересная история. Я так понимаю, что если обратиться за финансовым планированием, то на этапе планирования уже будет это видно, где начинается точка безубыточности. Да, мы считаем юнит-экономику и начинаем, ну, мы уже представляем, да, какая должна быть выручка, чтобы мы получали интересную нам прибыль, и потом можем декомпозировать это на количество сотрудников и так далее. И интересный тоже момент, важность продажи доп.услуг. У нас, мы недавно вот работали, консультация тоже была у архитектурного бюро, вот, то есть человек занимается проектированием, проектированием, ну, ремонта квартир, да, и тоже у нее была идея просто больше брать проектов и надежда на том, что она будет больше зарабатывать. То есть есть услуга проектирования, то есть архитекторы делают проекты, передают, а есть доп.услуги. Это продажа материалов, это авторский надзор за ремонтом, и мы интересную картину получили, о которой собственник не подозревал даже, что на самом деле проектирование работает в ноль, ну, практически в ноль, оно прибыли не приносит особо, а на чем зарабатывает собственник на доп.услугах, именно на процента от подрядчиков, которые поставляют материалы, от строителей, строительный бригад, которые предоставляют процент, от авторского надзора, и вот здесь ее деньги. И на самом деле, если просто плодить больше проектов, то прибыль будет расти довольно медленно. И здесь самое верное решение это работать над количеством допродаж. И вся экономика, вот этот рычаг, который увеличивает прибыль кратно, он заложен именно в допродажах. И поэтому очень важно анализировать все направления, разбирать экономику на части и понимать, что тебе реально деньги приносит. Класс. Мне кажется, что в любом строительном бизнесе, даже у фрилансера, есть разные источники доходов и разные работы. И соответственно, какие-то более рентабельные, какие-то менее, но покуда не посчитаешь эти цифры на бумажке в Excel, то не поймешь. Вероятно, может, не в ту сторону люди развиваются. Да, 100%. И мы, например, делали, я делал финансовую модель строительной, ну, небольшой строительной компании, которая занимается, у них основные услуги это фасады и кровли. И, ну, оказалось, что у него кровли намного более рентабельное направление. И у него основной источник прибыли это как раз кровли. Потому что ему удается найти подрядчиков, которые делают гораздо дешевле, чем сотрудники, которые работают по фасадам. И он как бы понял это, сделал выводы и, ну, сосредоточился именно на кровлях. мы должны посчитать рентабельность в строительных услугах. Я прямо вот чувствую, что там много интересного скрыто. Какая интересная рентабельность продаж у плиточника, какая рентабельность у фасадчика. Я думаю, мы к этому разговору еще вернемся попозже. Ну, и если особенно есть, ну, на материалах зарабатывает компания, то здесь еще больше интересного и тут еще выводов можно больше сделать. Продолжение следует...